Привет, друзья! Вашему вниманию подборка игроков, ставших обладателями приза «Золотой шлем» или, проще говоря, игроков, вошедших в символические сборные по итогам каждого сезона континентальной хоккейной лиги. Итак, сезон 2008-2009. В воротах Георгий Гелашвили, выступавший за Ярославский локомотив. Именно Гелашвили был основным вратарем той команды, которая играла в финале с казанским Акбарсом, и именно Гелашвили стал лучшим вратарем сезона. Но все-таки кубок достался Акбарсу в том числе и потому, что за Акбарс играл Илья Никулин. На тот момент Илья уже был двукратным чемпионом России, но и в этом сезоне Никулин добавил в свою копилку еще и кубок Гагарина. Ну а в паре с ним Кевин Далман, который только-только приехал в континентальную хоккейную лигу и в Борис, и сразу же сходу настрелял 58 очков за сезон, что стало новым рекордом результативности для защитников в истории отечественного хоккея. Тройку нападения открывает Данис Зарипов, который в тот год провел свою лучшую регулярку вообще. Зарипов набрал 65 очков и получил золотую клюшку при самому ценному игроку регулярного сезона. Вместе с ним в тройке Алексей Терещенко, нападающий, который выступал за Салават Юлаев и также провел свой лучший сезон 58 набранных очков. Ну и, конечно же, в символической сборной этого года не обойтись без Алексея Морозова. Этот сезон был лучшим для Морозова в континентальной хоккейной лиге по результативности. Алексей набрал 71 очко, ну и, конечно же, золотой гол в финальной серии против Локомотива тоже на счету Морозова. Сезон 2009-2010. Здесь в воротах сборной Майкл Гарнетт, выступавший за ХК МВД и игравший с подмосковной командой в финале Кубка Гагарина. Кстати, Гарнетт будет единственным представителем того финала в символической сборной. А кто же в ней еще? Ну и вот, например, в защите Дмитрий Калинин. Защитник только-только вернулся в континентальную хоккейную лигу. Это его первый сезон после карьеры в Северной Америке. Калинин на тот момент уже двукратный чемпион мира. Ну а из Салавата Юлаева Калинин вызывался и на Олимпийские игры. Ну а в паре с ним легенда мирового хоккея Сергей Зубов. Это его единственный сезон в континентальной хоккейной лиге. Зубов провел его за СКА и набрал 42 очка, став лучшим бомбардиром сезона среди игроков обороны. Тройку нападения открывает Марцел Хоса, нападающий из рижского «Динамо». Именно Хоса в тот год стал лучшим снайпером, забросив ворота соперников 35 шайб. Ну а рижская «Динамо» в том сезоне играла во втором раунде плей-офф. Тройки нападения с Хосой. Сергей Мазякин. 66 очков по итогам регулярного сезона. Это не лучший показатель Мазякина даже по меркам Атланта. Но этого хватило, чтобы стать лучшим бомбардиром чемпионата. Ну и здесь же в этой тройке Александр Радулов. В плей-офф он стал лучшим бомбардиром, набрав 19 очков в 16 матчах. При том, что Салават Юлаев даже не добрался до финала. Зато в сезоне 2010-2011 Салават Юлаев все компенсировал. Команда выиграла трофей, ну а заодно делегировала в символическую сборную сразу несколько игроков. Для начала вратаря Эрика Эрсберга. Затем легендарного защитника Кирилла Кольцова. Этот сезон для Кольцова стал четвертым в Салавате Юлаеве. Ну и за 4 сезона Кольцов выиграл здесь 2 трофея. Вместе с ним еще одна легенда. Это Сандис Озелинш. Капитан Рижского Динамо, который очень здорово начал сезон. У него в первых 11 матчах было аж 12 очков. Потом у Озелинша была травма. И он несколько сбавил темп, но все равно завершил сезон на пятом месте по результативности среди игроков обороны. Тройку нападения открывает Игорь Григоренко. Тоже нападающий, который провел очень хороший сезон. Но главное здесь даже не столько цифры, статистики, сколько то, что Григоренко играл в первой тройке нападения Салавата Юлаева с Александром Радуловым и Патриком Торосоном. Но в символической сборной Патрика Торосона нет. Есть Сергей Мазякин, который вместе со своим Атлантом в тот год добрался до финала Кубка Гагарина. Мазякин провел очередной результативный плыв в 21 очко. Но все-таки в финале была команда посильнее. Эта команда Салават Юлаев, ведомая великолепным Александром Радуловым. Так что здесь 80 очков в регулярном сезоне, плюс 18 в плей-офф. Александр Радулов по праву занимает место в этой символической команде. Сезон 2011-2012. В воротах Александр Еременко, московская «Динамо» из третьего вратаря Салавата Юлаева в основного галкипера «Москвичей». Самый ценный игрок в плей-офф. Лучший вратарь сезона. Шесть сухарей в регулярке и три в плей-офф. Это все про Еременко. В оборону возвращается Кевин Дауман. Он снова становится лучшим защитником чемпионата, набрав 54 очка за регулярный сезон. В паре с ним Дмитрий Калинин, который теперь выступает уже за команду СКА. И этот сезон для Калинина становится лучшим по статистике. 35 набранных очков в регулярке, а в плей-офф 5 плюс 5. 10 очков всего лишь в 13 матчах. В линии нападения здесь Михаил Анисин, который начинал сезон за Витязь, но перешел в московское «Динамо» в январе. И великолепно выступил в плей-офф. 14 заброшенных шайб. Ну и, естественно, кубок Гагарина. Ну, просто золотой час для Михаила Анисина. Также в символической сборной этого сезона и Александр Радулов. Это его последний сезон за Слават Юлаев. Радулов набрал 63 очка и все равно стал лучшим бомбардиром, получив золотую клюшку как самому ценному игроку регулярного сезона. Ну и замыкает эту сборную Роман Червенко, который провел свой второй сезон за омский «Авангард» и играл с «Авангардом» в финале кубка Гагарина, набрав в плей-офф 21 очко. Сезон 2012-2013. Еще один кубок Гагарина у московского «Динамо». А Александр Еременко опять открывает нашу символическую сборную. Три кубка Гагарина за три года. Да, в Саловате Еременко не был основным, но тем не менее статистика выглядит именно так. Илья Никулин на тот момент уже трехкратный чемпион мира. Ну и все еще лидер казанского «Акбарса». «Акбарс» в тот сезон проиграл в финале конференции, но сам Никулин тоже довольно результативно провел кубковую весну 10 очков в 18 матчах. В паре с ним Илья Гороков, который провел за московского «Динамо» всего два сезона. И оба этих сезона завершились победой в кубке Гагарина. Тройку нападения открывает Виктор Тихонов. Этот сезон стал вторым для Тихонова в составе СКА. Ну а в плей-офф Виктор превратился в лучшего снайпера, забросив 10 шайб. Отчасти стать лучшим снайпером помог хитрик ворота «Северстали». Но в любом случае 18 очков в 15 матчах очень солидно. Александр Радулов опять в сборной. Теперь уже в качестве игрока ЦСКА дебютный сезон Радулова за армейцев. 46 результативных передач в регулярном сезоне. Лучший ассистент континентальной хоккейной лиги. Ну и Сергей Мазякин. 35 заброшенных шайб, 76 набранных очков, но вылет в первом раунде плей-офф. О следующих героях в следующем выпуске.